Бог действительно собирается восстановить все, что Он создал. Когда мы наконец попадем на небеса, мы будем удивлены тем, кого там увидим. Как только мы попадем на небеса, мы сможем спуститься и в ад. И позвольте мне открыть вам одну тайну. Посмотри, что сделал Иисус. Когда Он сошел с креста, самое первое, что Он сделал, это спустился в страну мертвых. Он проповедовал Евангелие. Он сказал, мы собираемся совершить более великие дела, чем это. Настанет день, когда это произойдет. Мы отправимся в ад и будем проповедовать пленникам, как это делал Иисус. Сейчас, когда я говорю об этом, вы говорите, что это совсем не то, о чем говорится в Священном Писании. Поэтому я хочу объяснить. Если вы не исповедуете своими устами и не верите своим сердцем, что Иисус – Господь Всего Сущего, вы попадете в ад. Но я здесь для того, чтобы сказать вам об этом. Это еще не конец истории. У Бога есть план. И Его план заключается в восстановлении всего, что Он когда-либо создавал. Так что Слово говорит об этом именно так. В Пятом Откровении, с 11 по 15, каждое существо, которое когда-либо было создано, все, что находится на земле, под землей, над землей, в небе и в море, все существа, которые когда-либо были созданы. Я видела их перед престолом Божьим. Они не плачут, не горят и не вырывают свои волосы и зубы. Но они поют. Благословение, слава, честь и могущество да пребудут с тем, кто выседает на троне. Так означает ли это Слово каждое творение? Как это возможно, если 90% из них отправились в ад? Последний враг, которого нужно уничтожить, это ад и могила. Итак, если ад уничтожен, то где же те, кто будет гореть вечно? Однажды ко мне пришла женщина и сказала, Я знаю, где они находятся. Они брошены в огненное озеро. И я спросила, правда? А кто же этот всепоглощающий огонь? Видите ли, мы не понимаем, что такое ад. Мы не понимаем, где он находится и какова его цель. Кто погибает в аду? Однажды я написала эту брошюру в трёх экземплярах. И из-за этого у меня было так много неприятностей. Как она называлась? Бог находится в аду, а ад в Боге. О, церковь так разозлилась на меня. Они внесли меня в международный список еретиков. Я еретичка и богохульница. Я сказала спасибо, я в хорошей компании. Потому что они называли Иисуса точно так же. Проблема вот в чём. Я всего лишь цитирую Священное Писание. Что говорится в этом слове? Куда я могу уйти от твоего духа? Даже если я вознесусь на небеса, на крыльях голубя. Всё же ты там. А если я сойду в ад? Всё же ты там. Говорится ли об этом в этом слове? Всё, что когда-либо было создано, было создано для него, им и через него. И всё, что когда-либо было создано, живёт в нём. Ад был сотворённым местом. Следовательно, оно живёт в нём. Это выходит за рамки нашего понимания о том, кто такой Бог. Иисус сказал об этом именно так. На всё сущее. Все говорят обо всём. Всё, что когда-либо было создано, было передано в мои руки моим отцом. И это всё, что он мне дал. Это всё, что когда-либо было создано. Я ничего не потеряла. Кроме сына погибели. Так что, если бы всё, что когда-либо было создано, было отдано в его руки его отцом, и всё, что дал ему его отец, он ничего не потерял. Способен ли он восстановить всё, что было создано? Из всего, что он создал, есть только одна вещь, которую он потерял. Он был сыном погибели. Так что теперь мы должны решить, кто является сыном погибели. Я гарантирую вам, что это не то, о ком вы думаете. Однажды ко мне пришла женщина и сказала, «Ну что же, я знаю, кто такой сын погибели». И я спросила, «Правда?» Скажите мне, кто это такой. Она сказала, «Это Иуда Искариот». И я спросила, «Правда?» Что бы вы сделали, если бы я сказала вам, что встретила Иуду на небесах? Нет, это невозможно. Он горит в аду. И я сказала, что именно так я и думала. Однажды я шла по улицам рая, а потом я увидела Иуду Искариота. И вот я увидела Иуду Искариот. Я спросила, «Что вы здесь делаете?» Вы должны были быть там, внизу. А он только рассмеялся. И он сказал, «Могу я рассказать вам свою историю?» Он сказал, что однажды отец созвал небесное собрание. Каждое создание на небесах должно было прийти. Отец восседал на своем троне. И он сказал, «Кто из вас готов отречься от моего сына?» Чтобы я могла исполнить свое суверенное предназначение на земле. Внезапно Яхве обернулся и посмотрел прямо на меня. Он сказал, что когда Он пришел на землю, Он забыл обо всем этом. И когда Иисус встретил меня, Он обнял меня. Он любил меня. В тот день Он не спрашивал меня об этом. Он приказывал мне, «Идите и делайте то, что вы должны делать». Что такое добро и зло? Наше понимание очень ограничено. Бог способен сделать намного больше, чем мы можем надеяться. Так что каждый из вас, каждый из присутствующих здесь, у каждого из вас есть свиток, написанный на небесах. И на этих свитках записано все, что вы согласились сделать до того, как пришли сюда. Когда ваш дух спустился с небес, вы забыли. Все, о чем вы договорились с Богом, вы должны сделать. Субтитры сделал it.